Роструд назвал допустимый возраст Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На работу разрешено устраиваться с 16, а налог-то нужно заплатить сегодня Где, сука, человеку взять 10 тысяч? Реально на большую дорогу пойти? Блин, что за государство у нас такое бестолковое? Откуда берут всех этих слуг народа? Их что поголовно всех стоя рожают? Начинаем! А в Екатеринбурге начались репрессии в отношении так называемых защитников сквера в центре города Шестерых участников майских протестов пытаются привлечь к административной ответственности Типа за участие в несанкционированных митингах и даже массовых беспорядках Одного Евгения Старцева вообще к уголовной человеку грозит два года тюрьмы Причем, если вам начнут врать, что это какие-то лидеры госдеповской оппозиции Профессиональные митингующие бла-бла-бла это все ерунда Мели тогда всех подряд Более-менее знакомое лицо росгвардеец увидел там журналиста какого-нибудь или общественника Туды его в автозак хватали тех, кто снимал на камеру Кто кричал громче остальных Ну, в общем, как обычно у нас работают органы правопорядка Вот только люди-то реально под следствием сейчас Причем по-взрослому их в оборот взяли Обыски, задержания, все дела ни за что Просто потому, что не захотели оставаться равнодушными к общей проблеме Просто потому, что решили показать, мы тут не скот И сейчас вот я говорю, кто-то сесть вообще может на реальный срок до двух лет в реальную тюрьму Кто-то уже отсидел и теперь этому кому-то еще и штраф влепить могут И шесть человек, это пока только шесть человек Там больше сотни задержанных было Ну и работают следственные органы дальше, копают Я считаю, нельзя оставаться равнодушными в данном случае Это реальная журналистика Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если кто-то до сих пор не знает, в чем там на самом деле суть конфликта Давайте объясню О том, что в Урале вам государственные просто продажные СМИ Можете забыть, дело вообще не в храме Храм во всей этой истории это просто красивая легенда Весь сыр-бор из-за участка земли в самом центре Екатеринбурга Где местные олигархи планировали реализовать большой коммерческий проект Но обо всем по порядку Есть на Урале два толстосума Медный олигарх Казицын и медный олигарх Алтушкин Уральская горно-металлургическая компания и русская медная компания соответственно И вот по сути эти ребята в регионе хозяева Без их отмашки сегодня в Свердловской или Челябинской областях муха не пролетит Господа привыкли получать все, что хотят Поэтому, когда была придумана афера с ООО Храм Святой Екатерины Там даже не сомневались, все на мази Не тут-то было, горожане восстали и сказали Алло, а нас никто не хочет спросить Дальше вы знаете Может быть, просто на Богу годное делаете деньги пустить? Помочь сиротам, больным людям? Может быть, Бог оценивает лучше, чем отмывать деньги? Вот слушайте, вы сейчас в своем вопросе обвинили Я не обвинил, я вам вопрос задал Нет, вы сказали отмывать В вашем вопросе было обвинение в сторону честных, порядочных людей Каких честных, порядочных людей? Назовите пофамильным Значит, те люди, которые гарантируют постройку этого храма Вы считаете, что они честные и порядочные? Да То-се, до Путина дошло В общем, не сработало привычное Слышь, здесь будет вот так Представляете, какой удар это для небожителей Это, во-первых, ну и второй момент Много лет ребятки прикармливали чиновников, политиков, общественных деятелей, журналистов Столько бабла в этих дармоедов вломили, а опа И извините, дяденьки, тут что-то народ бузит Какой народ? Вы что, обалдели, что ли? Кто этот народ вообще когда-то спрашивал? Короче, дали в тык шестеркам, шестерки Ломанулись раздувать историю о мракобесии Вы не за сквер, это история не за храм Это история про русофобию Это история за ненависть к России Посмотрим Путину Поздрючек Вы хотите расчленить нашу страну Однако, коль скоро вся эта байда вышла на федеральные и международные уровни Отступить все-таки пришлось И мы-то, дурачки, подумали, что победили уже Главного не учли Масштабов коррупции Повторюсь, вы представляете, какое количество бабла Эти друзья Казицын с Алтушкиным Вламывают в содержание чиновников Депутатов, генералов Пустозвонов Как будто бы журналистов Ой, не в содержание, простите В помощь, конечно же И зачем? Чтобы им тупо по носу, в конце концов, щелкнули? Не, для папиков такой вариант вообще не вариант Именно поэтому сегодня мы наблюдаем то, что наблюдаем Прошло время, шумиха улеглась и начались вот эти вот обыски, дела Нельзя просто сегодня взять и человека обвинить Вот это очень важно И мне кажется, что, я еще раз повторюсь Это будет свой родный тест Мы все помним дело Голунова, которому мы уже признались Правоохранители, что действительно ему подбросили наркотики Это было Причем забавно так Дела почему-то возбуждаются только в отношении тех, кто протестовал Вторая сторона вообще типа не при делах Ой, а к ответственности за что народ привлечь пытаются Это анекдот просто Ну, за участие в несанкционированных митингах, естественно Это ж любимая статья всех подлецов, облеченных властью А еще, ребята, за то, что митингующие поломали чужое имущество Речь идет о заборе самостроя, который кто-то там оценил в миллион денег Короче, ущерб, оказывается, захватчикам нанесли Будьте любезны Отвечайте за это Класс! Вот ты можешь себе представить, что ты завтра возьмешь и поставишь на центральной площади своего города забор Просто так, потому что ты этого захотел Ага, а когда у тебя этот забор снесут, а его, конечно же, снесут Наберешься ли ты наглости пойти в правоохранительные органы И требовать завести дело с последующей выплатой компенсации Я думаю, что в лучшем случае тебя в сумасшедшие запишут при таком раскладе А вообще, дело, конечно, на тебя заведут Потому что ты этот забор незаконно построил, да еще и в общественном месте Вот только в Екатеринбурге это нихрена не работает Почему? А я вам объясню, почему Да потому что коррупционеры в нашей стране уже настолько обнаглели Что перестали стесняться своей продажности Продажного чиновника или депутата не заботят, что все в курсе И все понимают, что он продажный Продажного следователя и судью совсем не парит Что люди знают, как они стряпают дела про проституток Из числа как будто бы моих коллег вообще молчу Ну вот, как раз таки мы и видим, что люди, которые... Зам спроводировал Люди, которые... Я... Зам, что ты сейчас слышишь? Вот сейчас мы видим, что... Давай, давай Мы никого руками не трогали Он сам вас спроводил Вот, посмотрите, поснимай их, как они кричат, очень хорошо А что, слышали? Ну снимай, что чисто проводят Да, очень хорошо Ну, руками мы никого не трогали Это как раз таки говорит о том, что эти люди не готовы к диалогу Они первым делом поднимают руку И в этом смысле мы видим, что они всегда пойдут на вооруженное восстание В связи с чем хочу сейчас обратиться ко всем топовым блогерам в соцсетях И в первую очередь в ютюбе Ко всем порядочным представителям СМИ А такие еще остались, я знаю Ребята, поддержите, не останьтесь равнодушными В Екатеринбурге пытаются завершить начатый беспредел Наказать невиновных Запугав тем самым остальных Не дайте совершиться несправедливости Я обращаюсь ко всем жителям Екатеринбурга Не останьтесь в стороне Это наш город Это наши земляки, которые вышли за наш город заступиться Я обращаюсь к исполняющему обязанности ГУВД Свердловской области К руководству Следственного комитета, прокуратуры К судейскому корпусу, господа Может быть хватит уже жить по понятиям Самим не надоело Давайте хоть раз по совести поступим Екатеринбург это я Екатеринбург это ты Екатеринбург это все мы Помните об этом Все Это была реальная журналистика Дальше сами все знаете Ссылка на ютюб страничку сверху В соцсетях тоже жду В друзья добавляйте с темы Предлагайте под ними мы обсудим А я за всем спешу откланяться пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok